Ну что ребята, здравствуйте, здравствуйте. Мы начинаем проходить Сталкера. Да, легендарная игра и та, про которую я говорил в финале The Walking Dead. Это одна из тех игр, которая стала стоить на полочке вместе с метро, с Walking Dead. Вот. Метро и Сталкер я полностью не проходил, но как-то пытался чуть-чуть пройти, потом забивал Сталкера, я пытался пройти, вроде даже эту часть или другую, я не помню, пытался пройти, потом мне забил хер, потому что не поняла, что делать, и все, а ей в пизду, блять. Плюс я пробовал играть еще когда был малым, блять, очень малым, я помню прям ебать, заходил и играл нормально, мне нравилось. Метро я тоже проходил где-то, может быть, в году 18-19, может, в 20-м даже, пытался когда пройти и такой, блядь, не, ну нахуй тоже забросил. Поэтому, приятного вам просмотра, ребят. Приятного аппетита, кто-то кушает, знаешь, что поудобнее, задевайте пледик, надевайте пледик. Пледик надо надеть, точно. Приятного чипитика в питье или питья воды. Приятного вам просмотра, а мы начинаем. О, блять! Так, новая игра, новичок, сталкер, ветеран, мастер, кэш-мастер, ебать, let's go. На максимальном уровне сложно проходим, на максимальном. Ай, ебать. А вот прикольно, сейчас она залагала просто и все. Это охуенно будет. Это, по идее, не должна. Не-не-не, вон, загружается, я вижу. 100 совет по выживанию в зоне. Совет номер 68. Периодическое сохранение игры может существенно сэкономить время. В случае гибели не потребуется, но проходить те же участки пути. Это я, бляд, понял не только по этой игре. В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧАЭС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от одной до трех сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧАЭС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернула. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Сейчас потешу сделаю чуть-чуть. Ох, ебать, а что у меня, блядь. О, вот оно оно. Шо, куда? Ну, вон стрелочка я вижу. О, вот оно. Я вижу. бля как давно если я все и все это помню пока ничего не понятно f1 2 я понял от радио ищет короче дальше ну ёбаный рот на ой блядать собаки ебучий ну их нахуй помню на них я это за это волосы блять взморалился надеюсь уровень радиации не такой большой бля помню на них я за дизморалился ебаный рот что ты за хуйня но я на их нахуй я помню на них вроде заморалился жесткий потом для одну в пизду эту игру и все так но пока мне нравится вода слишком радиоактивная понял нам туда куда-то идти да верно же давай пойдем посмотрим корабль и какой-то ебать я думаю пока нет смысла заходить 2 что значит это 3 что это означает еще хуена я заберусь сюда блять только не слои не только что забирался блять для серьезно нахуй если нужно что спрашиваю главного чего заскучали мужики бля ебать это нахуй атмосферненько с таким графоном конечно да таким себе но более-менее но ебать атмосферно у главного вот он ну ладно слушай все вопросы к главному ну ладно главному да главного прикольная игрушка прикольно ну и блять нам эти так у него отдыху я до это тоже что stalker и сидят 3 если нужно что спрашиваю главного давай спрошу мужик слушай все вопросы главному ладно там тоже сидят так быстро он передвигается намного ради активно вода но их наху собак и бучих их рот и баллов пизду мы здесь никого странно очень странно у вертолета вижу все интересно как будто забраться то а то не заберешь типа чисто так да ну пошли расспросим чего они где-то были эти сталкера здесь ну крушение вижу вертолет пошли расспросим действие сможете где-то здесь и сталкер херозная услышать с но не хватит пошли их расспросим поворачивай оглобли сталкер тебе здесь сделать нечего сталкер вали отсюда пока ноги не повыдергали так кончаем урода дожди а где мы сталкер на тебя за что летим цену предлагаемых ими товаров при плохих отношений стоит надеяться на скидке хорошие наши наборы подал к утром в царках а ну ладно мужик ухожу все ладно допустим допустим конечно просто уйти да от них все все мужик ухожу хорошему хуже так кончаем урода сосешь бля пизду их на их нахуй здесь зона это бля смотрите чё это за хуйня здесь зона бля я и будешь и сталкера бля пизду их нахуй ну это мои друзья все ладил на ту сторону да нам нужно ну 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 да бля ты ебись ты нахуй хуйня спасибо папаша блядь всё вот сбавшего тебя беги 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 мужик засёшь и сталкер будет найти где-то тут stalker есть короче на не внизу ходит я видел диск а вот но здесь огонек но здесь никого нет нах в этом то весь прикол я не знаю где искать они за мной побегут или как быть вон я вижу там stalker точно есть он stalker и вот тут есть stalker стоп ротс брая боишься ты ебнешься ебать бля мужики вы съебались что я блядь идите сюда на а бля Продолжение следует... 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 Продолжение следует...